А вот мне спится сейчас, как начинаешь вспоминать. День и ночь работали. Удивительное дело, война закончилась 67 лет назад, а до сих пор память о ней храним в своем сердце, говорит Татьяна Армянинова, вспоминайте трудные годы. Она, как и многие труженики тыла, знает, что такое непосильный труд. Многие дни и ночи Татьяне Петровне пришлось работать без сна и отдыха. А в голове лишь одна мысль – все для фронта, все для победы. Отца забрали на фронт, нас пятеро осталось. Я самая старшая была, все на меня, это на маме. Всех надо было поднимать, кормить, учить. Не приведи Бог никому такую жизнь сейчас, молодежь. И голоду, и холоду, всего видели. Непосильного труда сколько. Дети войны – труженики тыла. О них, в отличие от фронтовиков, мы вспоминаем редко. Хотя именно им, ковавшим победу в тылу, выпала тяжкая доля. Они стояли у станков по 14 часов в сутки, от рассвета до заката пахали, сеяли, убирали хлеб, строили танки и самолеты. Сегодня праздничные мероприятия были посвящены именно им, героям тыла. Сегодня, значит, во многих точках нашего города устроены концерты в честь тружеников тыла, выступают наши самодеятельные коллективы, вручаются подарки. В общем, идет полным ходом честование наших дорогих тружеников тыла. В этот день тружеников тыла не только поздравили словами и концертными номерами, но и приготовили памятные подарки. У нас есть подарок, подушка от имени главы администрации, открыточка, с Днем Победы. Лично обратился к ветеранам и глава города Ильюз Гарифуллин. Он выразил сердечную благодарность от имени всех жителей города и поздравил с наступающим Днем Победы. Поживем душем. Спасибо. Не забывайте. Не забывайте нас. Честование тружеников тыла сегодня прошло сразу в трех местах. ЦРТДЮ во дворце молодежи и городской филармонии. Самые теплые слова звучат в адрес героев, чем трудом ковалась победа в тылу. Вадим Хесматуллин, Ренат Юмакаев, информационная программа «Время новостей».